Всем привет! Сегодня заканчивается скоро зима в Буэнос-Айресе, так как в воскресенье вышли на рыбалку, ну такую рыбалку как провести время. Встретили вот земляков встретил, они тут уже такие рыбы тягают, пока я приехал. Офигенные. Да ладно, одну там вытянули. А, одну, 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 да какую? Сейчас нету доказательств. Сейчас вот у нас тут какое-то соревнование на парусниках проводится. Надо если вблизи такие парусники показать, что у нас тут творится вообще в Буэнос-Айресе зимой. Мне нравится дразник зимой в Буэнос-Айресе, да? Смотрим, 27 градусов, да? Такая зима. Ага. Я же вижу, что уже без кондиционера не проживешь. И еще сколько? Три недели до окончания. Ну, по-моему, погода хорошая сегодня. День в нашу форму. Ребята, можете рассказать, вот у всех часто интересует такой вопрос, как, что все время здесь в Буэнос-Айресе настолько бандитовного, что нельзя на улицу выйти, там, обязательно ограбят, что-то украдут, всех поубивают. Особенно это я вижу от тех, которые здесь когда-то были и поуезжали, знаешь? Ага. И мне такое впечатление, что они вот если хотят оправдаться, что он там, типа, был, был, да уехал. Знаешь, начинает рассказывать, на улице не выйдешь, все там, блин, грабят каждую минуту, ножик в горло представляет. Ну, вот вы как по себе? Сколько здесь и вот сколько вот там? Ну, замечаете, слышите об этом. С 2016 года, в зависимости, везде, во всех странах, когда есть все районы, где ты живешь, кем занимаешься, на чем ты привлекаешь внимание. Ну, пока что нас пока не грабили. Наверное, и как себя ведешь, да? Ну, да, нас пока не грабили. Слава Богу. Это просто такие страхи. Я думаю, что знаешь, в Нью-Йорке, в каком-нибудь другом городе тоже, наверняка, не так же само. Так же само. И смотря в каком районе. На Украине, в России. Ну, попрись в этот самый будет. В любых странах. Вон, навижу, будет это, пойдешь на Палермо, еще что-то будет. Какого у нас в городе пока нету. В провинции, конечно, может быть. Но это везде. Папа, папа, побегайте. Как тебе не бегай уже? Карпаки сакаром в Костомиро. Парк и девоснинг. Покажу, как наши земляки ловят здесь рыбу. Вот, только что вытянул. Смотрите. Карпик такой хороший. Глянь, сколько килограмм? Ну, килограмм 8 точно есть. Может и побольше даже. Он же и толстый, он какой, смотри. Мы его, конечно, не взвешивали, но килограмм 8 в нем есть. Так что вот. Сейчас и я буду закидывать, а мы тоже вон там со Светой умастились, я еще не закидывал. Сейчас будем. Вот, аргентинский, буэносайверский карп вам привет передает. Что-то у меня там сигарета торчит. Он наперед. Карпа? Да. Ла карпа. Ла карпа бланка. Так что вот так. Пробим вашу пробочку. Получается. Сейчас я тоже пробку запрошу. Ха-ха-ха. На, красивенько. Ладно, тут же растаялись будем ловить рыбу. Ес. Правда вошла, вода ушла. Он что-то у меня, кстати, там теребенит. Надо пойти посмотреть. Но, наверное, это грязь. Или ветер. Больше всего, что это ветер перебенит. Потому что, если такое прицепится, как вот товарищ поймал, так оно будет тянуть, а не просто дзынькать. Народу у нас сегодня куча воскресенья собралось здесь поотдыхать. Чувствуется, что наступают теплые деньки. Хотя, честно говоря, ветри, но еще. Но народу полный парк. Сейчас я поснимаю. В том числе и наши теперь уже здесь почаще становятся. Хорошо. Кто-то увидел, увидел. Может, еще кто увидит захочет туда приезжать. Так что вот здесь можно с детьми отдыхать со всем. На реке сегодня вообще активность большая. А вода начала отходить, и рыба перестала клевать. Но все равно мы уже рыбу видели. Я думаю, через месяц тут все потеплеет в Буэнос-Аресе. Будет клевать, аж свисты стоять. Вот, кстати, маты. Ориентинцы без маты не ходят ни на рыбалку, ни на отдых. Вот его термос. И вот тут трубочка с матницей. И куда это все бросается? Парагвайский чай. Так что вот так. Наши с соками из кофе. Я тоже из кофе. Вот мой кофе. Заваривается из термоса горячая вода. Так что. Патрофируемся. Из области нашей в Буэнос-Айресе. Так что вот так. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.